Дорогие украинцы-украинки! Дорогие украинцы-украинки! Сейчас идёт спасательная операция в Покровске Донецкой области после российских ракетных ударов. Ракеты «Искандер» против обычных жилых домов. Все наши службы трудятся на месте. К сожалению, есть жертвы. Есть раненые, погибшие. Мои соболезнования родным и близким. От повторного ракетного удара, к сожалению, есть погибший среди сотрудников ГСЧС. Полковник Андрей Амельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области. Вечная память! И хочу особо отметить сегодня спасателей, наших работников ГСЧС, тех, кто в разных городах Украины работает ради жизни, ради того, чтобы российский террор проигрывал, потому что жизнь спасается. Сотрудники ГСЧС Херсонской области, сержант службы гражданской защиты Виталий Мурзенко и лейтенант службы гражданской защиты Владимир Евтушенко. Работники ГСЧС нашей Харьковской области, мастер-сержант службы гражданской защиты Сергей Гладкий и полковник службы гражданской защиты Андрей Соляников. Сотрудники ГСЧС Днепропетровской области, сержант службы гражданской защиты Константин Потурайко и капитан службы гражданской защиты Виталий Денисенко. Все неоднократно, непосредственно участвовали в ликвидации последствий ударов террористов, в спасении жизни наших людей. И, конечно, все работники ГСЧС Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей. Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины. Сегодня есть важный результат у нашей команды, занимающейся обменами. Еще 22 защитника дома в Украине. 20 из них – солдаты и сержанты, двое офицеры, воины вооруженных сил. Среди них есть раненые, попали в плен на разных направлениях фронта, но сейчас дома. И сделаем все, чтобы вернуть в Украину всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе. Помним обо всех и ищем каждого, кто в списке без вести пропавших. К счастью, удается возвращать наших. И важно, что это общая задача. Задача и тех, кто организовывает обмены. Ермак, Буданов, Малюк, Клименко. Спасибо, ребята. И задача тех, кто пополняет для нашего государства обменный фонд. Каждый, кто берет оккупантов в плен на фронте, кто активен на передовой. Каждый такой наш воин ускоряет свободу для украинцев. Важно об этом помнить. Этот день начался с селекторного совещания. Прежде всего, военные. Доклад относительно ситуации на фронте, о наших наступательных действиях, возможностях нашего движения и динамики движения. Докладывали главком. Конечно, были отчеты о поставках снарядов и техники. О нашем производстве оружия. Министерство обороны, Минстротекпром. Постоянно наращиваем объемы. И в снабжении, и в производстве. Но постоянно убираем бюрократию. Делаем более гибким регуляции. Наш оборонно-промышленный комплекс выйдет на тот уровень, который необходим государству. Украина обладает этой силой. И я благодарю за эту силу всех, кто работает сейчас именно над украинским производством. Фронт. Отмечу Бахмутское направление. Третья и пятая отдельные штурмовые бригады. Штурмовая бригада национальной полиции «Лють». 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов. Важные успехи. Благодарю вас, воины. Еще одно. 7 августа. Каждый год в этот день мир вспоминает агрессию России против Грузии. Уже 15 лет прошло. Российская оккупация остается. Эта рана на теле грузинского государства остается. Много слов уже сказано о том, что если бы мир был решителен тогда, в 2008 году, то многое было бы иначе. Уже тогда Россия должна была понять, что за агрессию больше всех платит агрессор. Точно должна понять это сейчас. Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение агрессивных российских аппетитов, не только спасет другие народы от того, что переживаем мы, и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем, уберет российскую оккупацию. Украинцы солидарны с народом Грузии, и я благодарю всех граждан Грузии, которые вместе с нами защищают свободу. Особенно тех, кто бьется в составе сил обороны и безопасности Украины. Свобода победит. Грузия победит. Украина победит. Слава Украине! Слава Украине!